здрасьте здрасьте господа и дамы также сегодня мы рассмотрим такой auto хазер фан когда-то давно заказывали не прикольные были на один попался поле с браком то ли китайцы нахитрили и поставили очень кабель с маленьким сечением примерно где-то 05 здесь стоял и он поплавился но и это стало поводом для того чтобы разобрать вот эту вот штуковину такое кто не видел предыдущий обзор или кто не знает это такой обогреватель в автомобиль керамический питай работающий от 12 вольт и как бы выдающий 150 ватт теплого воздуха и также он имеет функцию просто обычного вентилятора то есть помимо обогревателя греет он так себе стекла обогревать хватит либо же посушить волосы потому сейчас перейдем плавненько к его разборке чтобы его разобрать нам нужно выкрутить четыре винта снизу пару я уже открутил отзывы вот этих вот обогревателях очень разные также как и качество это такой средненький диапазон по качеству который мы брали в принципе люди довольны были но в интернете я встречал очень много различных отзывов но так греет слабенько но что-то что-то греет вот мы видим якобы керамические пластины и алюминий или это это просто просто алюминий походу здесь нет никакой керамики керамика есть прослойки отсюда вот эти вот две пластины то есть керамика а дальше идет алюминий турбина вентилятор но и провода конечно же которые на кнопку на включать что произошло в общем здесь он хорошо видно что произошло в общем кабель который шел к прикуривателю это вот он просто напросто грелся сильнее чем обогреватель чем обогреватель обогревал то есть он поплавился просто к чертям в общем китайцы зажались и пожалели денежек на на кабель нормального сечения предохранитель стоит 15 амперный внутри конструктив помимо вот этой ручки больше ручки вентилятора и пластин больше ничего нет кнопка это все украшает конечно так собственно я сейчас уже вот приготовил кабель это нашел у себя кусок акустического кабеля но здесь сечение вот если даже сравнить еще специально кусаную до очищайте всегда кабель только либо кусачками либо специальным таким вот приспособлением которые у меня сейчас нет называется зачистка для кабеля но и в коем случае не зубами как это делают некоторые я так никогда не делаю вот сечение родного кабеля отличается и не скажу вот этот примерно где-то 075 sound sound акусти кабель вот этот вот где-то примерно 004 может но послабее покажу послабее послабее может плохо видно сейчас собственно его и поменяю это обычный прикуриватель плюс центре минус на одной из вот этих вот клемм висит на какой мы сейчас увидим когда его разберу пружина вот вот минус на одной из клемм висит и естественно сопротивление стоит и светодиод как бы активность активность поданного питания так вот можно собственно с него сделать тестер работоспособности прикуриватель прикуривателя так как часто бывают прикуривателях там выгорают провода плавится тоже оплетка частенько встречал запаяю да ребятки соблюдайте полярность это первое что стоит прикуривать или в общем плюс центр это вот клемма минус 1 из этих будет на включатель тоже у нас идет плюсовой контакт дальше перекидка на вентилятор плюс идет и минус у нас общий идет там соединен моя любимая картиночка была там я у меня сейчас продемонстрирую если соблюдайте полярность иначе замкнет после того как все это мало спаяна остается только собрать и это одно из самых сложных задач разобрать без проблем собрать не каждый еще сможет верхняя заглушка провода много мешать чем очень сильно а 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 так ребятки вот и вернулся прошло примерно 10 минут ток потребляемый 7 ампер провод слегка нагрелся примерно градусов 33 то есть но он уже не плавится не воняет не дымит не кипит единственное начал нагреваться уже прикуриватель разъем прикуривателя там где металл он тоже так себе сделан потому видите ребятки как влияет сечение провода на проводимость чем больше сечение тем выше проводимость чем меньше сечение и у нас есть вот такой мощный потребитель тем меньше проводимость из этого могут быть проблемы вплоть до там пожаров потому будьте особенно внимательны при выборе провода для силовых бытовых электроприборов это касается мощных приборов по типу старых холодильников стиральных машин микроволновки кофеварки и так далее будьте внимательны потому что часто бывают из-за этого пожары а насчет покупок из китая но с таким вот угадать это невозможно то есть это уже чисто на фарт как повезет нас были нормальные вот один попался такую из там из 5 штук с которым люди обратились и ворот вот он греется плавится воняет потому я произвел собственно ремонт сейчас все окей сейчас он работает как в режиме фена такие дуйки всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал вступайте в группу вконтакте google plus и фейсбуке пока и